И к событиям в Беларуси. Своевременная проверка приборов учёта воды позволит избежать дополнительных расходов, связанных с коммунальными платежами. Если этого не делать, придётся платить по нормативу и экономически обоснованному тарифу. А значит, жировки могут значительно потяжелеть. Наш экономический обозреватель Наталья Надольская разбиралась, как не допустить необоснованных растрат. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Сдавать счётчики на поверку надо раз в шесть лет. Если межповерочный период подходит к концу или уже истёк, абонентам приходит уведомление. Проверьте почтовый ящик. В течение месяца надо успеть подать заявку. Заменит счётчик абсолютно бесплатно. Если проигнорировать требования коммунальных служб о поверке счётчика, оплачивать услуги водоснабжения канализации придётся по нормативу. 260 литров в сутки на одного человека или почти 8 кубометров в месяц. Считать будут по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат. Рубль 14 копеек за 1 кубометр. 11 сайтов, предлагавших финансовые услуги, в том числе и деньги взаймы, заблокированы Министерством информации за размещение ненадлежащей рекламы. На трёх ресурсах микрозаймы предлагали физлицы, не включённые в реестр микрофинансовых организаций. На восьми рекламировалась деятельность финучреждений, не входящих в список форекс-компаний. Это не первый случай, когда Мининформ ограничивает доступ к интернет-ресурсам из-за нарушения законодательства в сфере рекламы. Всего за прошедший год ведомство ограничило доступ к 47 информационным ресурсам. Уровень интернет-грамотности белорусов повысился. Лучше разбираться в современных технологиях стали благодаря их доступности и усилиям со стороны операторов. При этом есть определённый процент интернет-пользователей, которые защищают домашнюю сеть паролем набора цифр от 1 до 6. Он вошёл в топ-25 самых популярных паролей прошлого года. 93% из опрошенных абонентов заявляют об использовании сложных паролей и всячески демонстрируют готовность защищать свой Wi-Fi. В то же самое время 6% выступают за свободный интернет без фильтров и паролей. О том, что в многоквартирных жилых домах точки Wi-Fi часто мешают друг другу, знает только 39% опрошенных. На старте недели на торгах валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США и укрепился к евро и российскому рублю. Доллар прибавил до рубля 95 копеек, евро подешевел до 2 рублей 6 копеек, за 100 российских завтра можно купить 3 рубля 27 копеек белорусских. Таковы основные деловые новости понедельника. Мы держим руку на пульсе экономики. Сергей? Спасибо. Это была Наталья Надольская с обзором деловых новостей.